Обратимся к терминологии специфических нарушений письменной речи. Нарушение чтения обозначается терминами алексия, дизлексия. Нарушение письма обозначается терминами дизграфия, аграфия и дизорфография. Что же такое дизлексия? Дизлексия – это частичное, специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью или нарушением высших психических функций, проявляющиеся в повторяющихся ошибках стойкого характера. Алексия – это полная несформированность навыка чтения. Поговорим о распространенности дизлексии среди учащихся общеобразовательных и специальных коррекционных школ. 10% детей, страдающих дизлексией, составляют учащиеся общеобразовательных школ. 22% составляют учащиеся специальные коррекционные школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. От 20% до 50% учащихся – это учащиеся специальные коррекционные школы для детей с задержкой психического развития. 62% составляют учащиеся специальные коррекционные школы для детей с интеллектуальными нарушениями. Дизлексия встречается в 4,5 раза чаще у мальчиков, чем у девочек. Поговорим о психофизиологических механизмах процесса чтения. Прежде чем говорить о нарушении, мы должны понимать природу чтения. Просмотрим функциональные компоненты системы чтения, опираясь на теорию Александра Романовича Лурия о трех функциональных блоках мозга, образованных особыми структурами мозга и на разных уровнях, осуществляющих все психические функции. Первый блок обеспечивает регуляцию тонуса и бодрствования. Второй блок выполняет прием, переработку и хранение информации. А третий блок реализует программирование, регуляцию и контроль психической деятельности. Татьяна Васильевна Охотина уточнила роль каждого из компонентов, входящих в функциональную систему чтения. Учитывая психофизиологическую, психологическую и социальную близость и неразрывность навыков письма и чтения, она выделяет такие компоненты функциональной системы чтения. Первый компонент — это избирательная активация. Как компонент функциональной системы чтения входит состав блока регуляции тонуса и бодрствования, обусловленной работой стволовых и подкорковых образований мозга. Образование создаёт оптимальный тонус коры, её энергетическую базу, необходимую для целенаправленной деятельности. При дисфункции первого блока ухудшаются общие динамические характеристики любой деятельности, снижается её скорость, падает работоспособность и быстро наступает истощаемость. Переработка зрительной информации осуществляется затылочными отделами коры головного мозга. Проекционные поля левого и правого полушарий принимают первичную информацию, идущую от зрительного анализатора. Агностические же поля ответственны за анализ, переработку и хранение этой информации. Опознание зрительных стимулов зависит не только от внешних свойств воспринимаемого объекта, но и от внутренних. Вербализируемые стимулы опознаются преимущественно левым полушариям, а не речевые правым полушарием. Точное зрительное восприятие может обеспечить только совместная деятельность левого и правого полушарий. Переработка слуха речевой информации осуществляется височной областью коры головного мозга. Её первичные поля принимают всю слуховую информацию, которая затем перерабатывается вторичными полями левого полушария, а именно центром верники. С работой именно гностических зон височной области связаны процессы фонематического восприятия слуха речевая память. Зрительно-пространственная информация перерабатывается третичными полями второго функционального блока, которые являются зонами перекрытия теменной и затылочной областей. Эти поля интегрируют деятельность киноэстетического и зрительного анализаторов. Данный компонент функциональной системы чтения обеспечивает ориентировку на плоскости страниц, соблюдение последовательности прочтения слов и строк. Кроме того, зрительно-пространственный анализ лежит в основе дифференциации букв как графических объектов. Серийная организация движений, обслуживающих чтение, глазодвигательное и артикуляционное, обеспечивается третьим функциональным блоком. Первичные зоны – место выхода двигательных импульсов, программы которых создаются вторичными зонами, расположенными над первичными. А третичные зоны этого блока обеспечивают контроль сложных форм деятельности, общую регуляцию поведения. Программирование, регуляция и серийная организация чтения проявляются в артикуляционных и произвольных глазодвигательных движениях. Таким образом, психофизиологической основой функциональной системы чтения выступает совместная деятельность различных зон коры головного мозга. Каждая из них вносит свой вклад в сложный процесс, которым является чтение. Нарушение деятельности любой из этих зон может привести к специфическим, связанным с функциями именно этой зоны отклонениям в работе всей системы, что, безусловно, проявится в тех или иных нарушениях чтения. Прежде чем переходить к изучению дислексии, нам нужно с вами вспомнить этапы и ступени формирования навыка чтения у детей. Навык чтения, как и любой другой навык, имеет свое развитие. И сегодня мы обратимся к ступеням формирования навыка чтения, которые описал Тихон Георгиевич Егоров. Прежде всего, он говорит о том, что первая ступень — это овладение звукобуквенными обозначениями. Вторая ступень — это ступень послагового чтения. Обе эти ступени Раиса Ивановна Лалаева обозначают, как аналитический этап становления навыка чтения. Третья ступень — это ступень становления синтетических приемов чтения, то есть когда ребенок складывает слоги в целые слова. Эту ступень Раиса Ивановна Лалаева называет аналитико-синтетическим этапом. Четвертая ступень — ступень синтетического чтения, когда ребенок читает целыми словосочетаниями. Эту ступень Раиса Ивановна Лалаева обозначает как этап синтетического чтения. Каждая характеризуется своеобразием, качественными особенностями, определенной психологической структурой, своими трудностями, задачами и приемами овладения. Из каких же операций состоит процесс чтения? Давайте вспомним, как мы учились читать, с чего все начиналось. Прежде всего, все начинается со зрительного восприятия, развлечения и узнавания букв. После этого мы соотносили букву со звуком, то есть выбирали нужную фонему. Далее мы с вами сливали звуки в слоги. Ну, например, прочитывая М, А, получалось МА. МА. Следующая операция – это синтез слогов в слове. Мы научились сливать буквы в слоги, а теперь сливаем слоги в слова. МА. 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 МАМА. Синтез слов в предложении является следующей операцией, которую овладевает ребенок, когда он может уже прочитывать слова в предложении, правильно их согласовывая грамматически. И последней операцией процесса чтения называется понимание прочитанного, соотнесение со смыслом того, что мы с вами прочитали. В навыке чтения выделяется техническая и смысловая сторона. Для ребенка на этапе овладения навыком чтения преобладающую роль имеет техническая сторона, правильное прочтение того, что ему предлагают, или то, что он выбирает сам. Для взрослого же человека при чтении важен смысл прочитанного, смысл читаемого. А те операции, которые для детей представляют сложности или трудности, не осознаются взрослым человеком и протекают автоматизированно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok